Благовещение Пресвятой Богородицы Четвертый двунадесятый праздник в церковном календаре, любимый и почитаемый всем православным миром. Ну а для саянских прихожан пока единственного в городе храма, который является еще и кафедральным собором, этот праздник особенный, престольный. Сегодня в его стенах совершает праздничную божественную литургию епископ Саянский и Нижнеудинский Пресвященный Алексий. С праздничного пения стихир в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля началась божественная литургия, на которую для соборной службы был приглашен епископ Магаданский и Сенегорский Пресвященный Иоанн. Впервые священнослужители руководства города и соседних районов, а также прихожане Саянского Благовещенского храма стали свидетелями воистину исторического престольного праздника. Презри с небеса Божия и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, где снится Твоя. Песня. Святый Божий, святый Божий, святый Божий, святый Божий, святый Бессмертный Рост. Знаменательным стал этот день и для отца Александра Адомича из Бирюсинска. Его рукоположение состоялось за божественной литургией, во время которой хиротонию совершил епископ Саянский и Нижнеудинский преосвященный Алексей. Недостаточно слов, чтобы передать чувство особой радости в этот благословенный день во время божественной литургии. Вечери Твоя тайна и днись, Сыне Божий, причастникам я приими, небо врагом Твоим тайну повемнил обзание, титам яко и выдано, яко разбойник, исповедую Тя. Помяни мя Господи во Царстве и Твоем донесу, или во осуждение будет вне причащения святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Вспоминая евангельские струки от апостола Луки, о которых говорил в своей проповеди Иерей Владимир Данилко, «Склонимся и мы с глубокой верой, пред благой вестью Архангела Гавриила, Деви Святой. Радуйся, благодатная, Господь с тобою, и прославим всем сердцем Пречистую Богородицу, смиренно отвечавшую. Все, рабы Господни, буди мне по слову Твоему и торжественно воспоем ей». «Радуйся, невеста, невест моя!» Незабываемым останется этот праздник в памяти многих. Свидетельство тому, слова благодарности и поздравлений светлые лица священства, причастников и всех, кто в общей молитве вас благодарил в этот день заступницу нашу усердную, за великое утешение, дарованное всем нам. Всем вам желаю, дорогие братья и сестры, вам, дорогой Владыка, всесильной помощи Божией и непрестанного заступничества Царицы Небесной, которой мы верим и это чувствуем и ощущаем каждый день, покрывает и ограждает нашу кафедру, наши города и весик жителей от бед, зол, скорбей и напастей. И пусть впредь Царица Небесная молит своего Божественного Сына о даровании всего благого нам на потребу, в первую очередь для нашего назидания и спасения. Я всех сердечно благодарю вас, дорогой Владыка, в первую очередь за то, что преодолели большой путь и разделили с нами эту величайшую радость, когда наш кафедральный храм сегодня особенно исполняется, особенной радости и сегодня престольный день в этом кафедральном храме и из года в год на протяжении многих лет, именно в этот день, многие верующие собираются для того, чтобы особо едиными устами, единым сердцем почтить Царицу Небесную, пусть и впредь, и впредь из года в год, по милости Божией, по молитвам Его Пречистой Матери Господь хранит всех нас и дает нам счастливую возможность сливаться в едином сердце, едиными устами в молитве к Богу и причащаться Его Божественных, величайших тайн. Храни вас всех Господь, с праздником, дорогой Владыка, с праздником всех вас, дорогие братья и сестры. В заключении с ответной приветственной речью к Преосвященному Владыке Алексию и ко всем прихожанам Благовещенского храма обратился епископ Магаданский-Сенегорский Иоанн. Благодарю вас сердечно за приглашение и от меня желаю вам мирное, благое, многое лето. Дай Бог, чтобы Благовещение Пресвятой Богородицы включало в себя смысл еще, благое вести и о строительстве собора, благое вести о увеличении вашей паствы и благое вести о вашем всегдашнем здравии и спасении, дорогой Владыкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова